Всем большой привет! Сегодняшнее видео я хочу посвятить продукции компании Frati NW. Некоторое время назад мне пришла посылка из официального интернет-магазина Frati Shop. Мы с вами вместе делали распаковку и я обещала по прошествию определенного периода времени поделиться с вами своими впечатлениями и своим мнением о данной косметике. Первое, девчонки, с чего я хочу начать, это с того, что, обратите ваше внимание, производитель заявляет нам, что эта продукция на 70% состоит из натуральных компонентов. Также они не используют искусственные красители и консерванты. И действительно, смотря на состав всей продукции, я вижу, что натуральные полезные экстракты и компоненты стоят уже на первых местах. Мне это очень импонирует. Мне кажется, если в косметике есть натуральная составляющая, то тогда она действительно работает. Ну, давайте начнем наш обзор. Первое, с чего я хочу начать, это биошампунь. Глубокое восстановление питания. Серия Карелия Органика. Подходит у нас для всех типов волос. Заявлено на упаковке. Но, девчонки, я хочу сказать, что это совсем не так. Этот шампунь подойдет больше для сухих, для блондированных волос, для волос, которые после химической завивки, для жестких, которым действительно нужна такая состерапия. Очень сильный шампунь. Он действительно питает и восстанавливает. И на самом деле, мне хватает воспользоваться только им. И дополнительно, например, биосывороткой. О ней я тоже расскажу немножко позже. Двумя этими продуктами, не используя никакой кондиционер, ни маску. И волосы у меня уже в хорошем состоянии. Что дает этот шампунь? Он мягко и бережно очищает волосы. Он не очищает волосы до скрипа. Не дает такого эффекта. Но, тем не менее, волосы действительно чистые. Они свежие. И я чувствую, что они промыты. Очень деликатный шампунь. Также он хорошо разглаживает. Волосы лежат прям волосок один к одному. И хорошо действует на кончики волос. Мне шампунь понравился. По своей консистенции он, знаете, такой немножко какой-то гелево-кремовый. Я бы так его назвала. Давайте сделаем вам что-то наподобие скотча. Янтарного цвета. С безумно приятнейшим ароматом. Ягодным, облепиховым. Очень хороший шампунь, девчонки. За свою цену. Он прекрасно работает. Мне понравился. Единственное, конечно, если волосы короткие, либо жирные, либо очень тонкие, то, мне кажется, этот шампунь даже их утяжелит. Но для тех, кому нужно сосредства, я бы этот шампунь могла смело бы посоветовать. Ну и давайте сразу покажу вам биосыворотку, о которой я уже начала говорить. Эта сыворотка очень легенькая. Она, как мне показалось, на сами волосы не особенно оказывает влияние. Только в том плане, что помогает легче расчесать и придает такой невероятный блеск. Но сама сыворотка очень-очень легенькая. Как я уже сказала, я использую ее, кстати, на кожу головы. Здесь заявлен и такой способ применения. Производитель советует нам распылять сыворотку на влажные или сухие чистые волосы и кожу головы. Не смывать, высушить и уложить, как обычно. Использовать курсами не менее 10 раз. Подходит для ежедневного применения. Вот именно на кожу головы мне понравилось даже как-то немножко больше. Чувствуется, что кожа такая более увлажненная. Ей комфортно. А данный спрей совсем не жирнит волосы. То есть можно не бояться смело наносить. И он волосы не склеивает, что мне очень понравилось. И как я уже сказала, волосы невероятно блестящие. Тоже хорошая штучка, но знаете, она больше из такого баловства. То есть это не та вещь, которую действительно нужно иметь в своем арсенале. То есть как шампунь, как маска. Но я люблю такие вещи и это тоже вполне себе неплохая. Сейчас, девчонки, я вам покажу средство, которое просто взорвало мой мозг. На самом деле, когда я получила посылку, я не ожидала от этой биомаски чего-то большего. Я думала, она просто будет работать как бальзам для волос, как кондиционер. Но каково же было мое удивление, что эта маска работает еще покруче, чем более дорогие, более профессиональные средства. Когда мне эта масочка пришла, я делала распаковку. И, девчонки, кто смотрел, видели, что была эта маска налита прям до самого-до самого верха. Я пользовалась этой маской две недели. И посмотрите, как мало я использовала. А дело в том, что эта маска такой кремово-маслянистой консистенции. Нужно ее совсем-совсем чуть-чуть. Она прекрасно распределяется по волосам. И она прям вот как масло скользит по ним. То есть, просто расход минимальный. Но, девчонки, что она творит с волосами, это просто что-то невероятное. Эту маску ни в коем случае нельзя наносить на кожу головы. Она будет однозначно жирнить. Я наношу просто на самые кончики. Даже не от уха, как обычно, а вот прям совсем на концы. И она отлично спаивает кончики волос. Если волос посеченный, то этого абсолютно не видно. Она прекрасно питает. Мне эта маска безумно понравилась. Я на самом деле не ожидала от нее такого действия. За такую стоимость вся продукция эта бюджетная. Но маска меня реально покорила. Очень мне она понравилась. Я даже боюсь предположить, насколько мне ее хватит. Ну, потому что, девчонки, расход настолько минимальный. У меня даже никогда такого продукта с таким минимальным расходом не было. Это все, что касаемо волос. Для волос мне продукция понравилась. И давайте переходим к телу. Густое ягодное биомыло для ухода за телом и волосами. Для волос мне совсем это мыло не подошло. Потому что оно волосы сушит. И они у меня плохо потом расчесываются. Хотя я пользовалась и бальзамом, и маской. Оно как-то для волос мне не подошло. А вот в качестве геля для душа мне невероятно это средство понравилось. Именно в этом плане. Само мыло идет у нас в большом объеме. 500 мл. И сейчас, девчонки, я открою. Сейчас, минутку. Вот так оно выглядит внутри. И вот столько я уже его израсходовала. Тоже экономно все это дело расходуется. Нужно небольшую горошинку нанести на губку. И получается такая обильная белая охапка пены. Классный имеет аромат. Очень ягодный такой, летний, сочный. И, кстати, аромат не трансформируется в ванной. Что мне очень понравилось. Кожу очищают отлично. Очищают, я бы сказала, до скрипа. Но, тем не менее, ее не пересушивает. Нет необходимости сразу после ванны наносить на себя какое-то молочко или крем. Мыло классное. Мне оно понравилось. И также для тела я выбирала два скраба. Первый скраб у нас травяной для глубокого очищения кожи. И ягодный для упругости кожи. Показываю их вместе, потому что на самом деле эффект они дают одинаковый. У них, в принципе, и консистенция очень похожая. Травяной биоскраб мне понравился немножко больше. В том плане, что у него более приятный аромат. Как по мне, он такой освежающий. Он мятный какими-то травами. Достаточно необычный аромат. Кстати, не сказала вам по граммовке. Здесь 220 миллилитров. Неплохой объем. И сам скраб выглядит вот таким образом. Вот такого приятного цвета. Давайте, наверное, покажу вам, как все это будет на руке. Здесь много частичек. Здесь они такие прозрачные. Как я поняла, они не натуральные. Но я могу ошибаться, девчонки. Оставлю внизу всю информацию. Поэтому проходите и читайте. Также там будет и состав, и все будет указано. Очень классный скраб. Он дает, знаете, такое бережное, но тем не менее глубокое очищение кожи. И кожа после использования действительно такая отшелушенная. Она пропилингованная. Невероятно мягкая, бархатистая. Мне понравился эффект. Хотя он не из той серии вот таких, знаете, жестких скрабов. Таких хардкор, вот как я люблю. Но тем не менее справляется он отлично. И второй скраб, который очень похож по действию. Ягодный. Выглядит он уже вот таким образом. Приятный у него такой оттенок. Давайте тоже нанесу на руку, чтобы было более понятно, какие там частички. Здесь уже частички немножко другие. И они, я бы сказала, такие более скрабирующие, что ли. Но их меньше. И поэтому эффект получается, в принципе, один и тот же. То же самое. Все прекрасно пеленгует, прекрасно шлифует кожу. И кожа не пересушенная. Она очищена невероятно до скрипа. Мне, знаете, девчонки, понравились. Я тоже такие скрабики люблю. Не люблю постоянно пользоваться одной и той же консистенцией в скрабах. Люблю. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Буду ждать ваши комментарии. Большое спасибо вам за внимание. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok